Всем привет! Это мой очередной обзор на коллекцию Насекомые и Знакомые. На этот раз выпуск номер 4. Изумрудный жук. Я как всегда старался выбрать жука европейского, потому что качество европейское просто восхитительное. Сейчас встанем журнал. Вот такой крат. Красивый, яркий журнал. Жук, как всегда, отличный залит. Единого грамма серебрянки, все качественно, правильно расположен. Все лапы на месте, хоботок на месте, переливается синим цветом. Вот такой вот жук. В журнале в этот раз было много содержимого. Хотел бы рассказать про половую принадлежность. У всех жуков у меня попался самец, потому что самец более горбатый. Самка должна быть более вытянутая и ровная. И должен быть хоботок поменьше. Вот, в принципе, так можно отличить легко самку от самца и все, кто собирает фарга. Вот, еще раз повторю, качество отличное просто. Перейдем к журналу. В журнале в четвертом выпуске, как всегда, как и все коллекции для Агостини, прилагается анкета, которую для Агостини предлагает заполнить и отправить им на почту. для анализа. Почта, написанная на их формуляре для подписки. Вот именно туда. На Агостини нас знакомы. Хотел бы сказать насчет наклейки. Наклейку на четвертый выпуск нам дали неправильную. Нам дали рамбарина японика. А нам нужна триганофорус. Ее нет. Я решил сделать из старых блистеров вот такие вот, как бы, подставки с названиями. Как и сделать, сейчас покажу. Прежде всего, нужно выбрать какой-нибудь старый блистер ненужный. Не выбрасывайте ни в коем случае. Всегда пригодятся. На это я взял блистер от Усача Батацеры. Вот он сам Усач из старой коллекции. Вот блистер. Все, что понадобится, это просто ножницы. Можно вставить его в кейс. Сейчас покажем. Вот кейс. Вот, поставили и поставили название. Все отлично смотрится. Никакие наклейки не нужно. Вот. Все отлично. Так же сделала и с новыми жуками. Вот у меня жук триганофорус. И шершень веста. Вот так решили проблему с наклейками. Перейдем, собственно, к журналу, наконец-то. В журнале идет рассказ о бронзовках. И, как всегда, к выпуску прилагается карточка насекомого. Яркие иллюстрации. Рассказ о строении. В данном пути жук Галиаб. Весные жители. Это где обитают бронзовки. Их очень много. Они очень разные. Вот, как видите, от желтого до зеленого. Образ жизни. Питание. Размножение. Все описано. Защита и добыча. И раздел самый-самый. Кто больше. Мне понравилась очень вот эта картинка. В жизни не взял бы этого жука. И статья «Как вырастить жука Галиафа». Вот, тут все подробно написано. И, как всегда, у Диа Гостини. Последняя страница с анонсами. В следующем номере шершень, на который я уже записал обзор. И реклама сайта. Всем спасибо. Администрация группы vk.com.deabax Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова